Ждали, когда закончится пандемия, чтобы поехать за границу? Время пришло. Россия и другие страны постепенно открывают свои границы. Но не спешите паковать чемоданы. Если карантин изрядно подъел ваш бюджет, то мечтам о солнечных пляжах придется подождать еще. На данный момент страны, в которые можно улететь из России, делятся на три группы. Те, в которые можно въехать без справок и карантина, те, куда пускают только с отрицательным тестом на ковид, и страны, где по приезде придется провести до двух недель в изоляции. Меньше всего проверок на ковид вас ждет в таких странах, как Сербия, Черногория, Доминикана и Мексика. Никаких тестов не нужно. Только по прибытии в аэропорту могут попросить заполнить анкету. Однако ценник в этих местах не самый гостеприимный. Возьмем Доминикану. Билет в одну сторону будет стоить около 60 тысяч рублей. Почти все перелеты с пересадкой по 15 часов. И некоторые из них требуют американскую визу. Неделя у моря в пяти- или четырехзвездочном отеле около 100 тысяч за человека. Немного дешевле лететь на Кубу. Около 40 тысяч за перелет. Но лететь туда лучше дольше, чем на одну неделю. Потому что, скорее всего, дней пять из своего отпуска вы проведете под стражей. Российские туристы жаловались на то, что по приезде всех тестируют на коронавирус. И у большинства туристов результат оказывается положительным. Более безопасным и предсказуемым местом для туристов будет Турция. Чтобы попасть туда, нужно до посадки в самолет получить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Перелет туда и обратно уложится в 10 тысяч рублей. Единственная проблема – на ближайшие месяцы почти все отели распроданы. А те, в которых места еще остались, будут стоить около 50 тысяч за неделю. Чтобы сэкономить, можно поехать в отпуск на своей машине. Например, в Белоруссию. Если повезет, вас пропустят через границу. Но разрешат находиться только на территории санатория, который вы должны заранее забронировать. А если же вы решите, к примеру, прогуляться по Минску, то рискуйте депортацией или пропасть без вести, как многие российские граждане во время белорусских протестов. Если вы уже делали прививку от коронавируса, то самый дешевый вариант поездки для вас – это Грузия. При условии, конечно, что вы согласны жить в палатке. Если вы рассчитываете жить в отеле или снимать квартиру, то проживание будет стоить около 80 тысяч за неделю. Такой ценник за проживание почти во всех странах, которые в данный момент принимают туристов. Получается, что хоть границы и открылись, для большинства россиян зарубежный туризм все еще остается недоступным.